Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили ряду, тускулы поезды. Узов принят, уезжаем. Вечером примерно в 6 часов аварию полицейские зарегистрировали на Тамерлановском шоссе возле Тойханы 2050. Здесь столкнулись автомашины Nissan Maxima и Mercedes-Benz. Оба автомобиля двигались в одном направлении от аэропорта в сторону города. И столкновение произошло недалеко от пешеходного перехода. Водитель Nissan, не соблюдавший дистанцию, не успел среагировать на маневр владельца Mercedes-Benz, притормозившего пропустить пешеходов. Водитель Nissan, не успел не затормозить, что ли? Ну, здесь те же молодые пацаны. Им небезопасность, им скорость нужна. Ну, а вы как, резко остановились или из-за чего получился? Вы нормально шли ее на обдорчину или как? Да, я уже стоял, пешеходный борт. В результате сильного удара багажник Mercedes-Benz был вмят в салон, но, к счастью, никто из водителей и четырех пассажиров автомашин не пострадал. Сейчас все подробности этого происшествия выясняют дознаватели Дорожно-патрульной полиции. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими произошло в центре города примерно в 9 часов вечера на пересечении улиц Байтурсынова и проспекта Толкихана. Здесь столкнулись автомашины Opel Astra и Audi 80. Оба автомобиля двигались по проспекту Толкихана. Audi ехала со стороны мегацентра, а Opel ей навстречу. Как рассказали очевидцы, столкновение произошло в центре перекрестка, когда Audi сворачивала налево на Байтурсынова под запрещающий знак. Opel Astra ехала по Толкихана в сторону ЦУМа и проезжала на мигающий сигнал светофора, когда уже включался красный свет. Audi ехала ей навстречу. Хотела, видимо, развернуться. И когда она повернула налево, Opel врезался в машину. Там в этом автомобиле сидели четыре человека. Удар был очень сильный. Уже через несколько минут после столкновения на место аварии прибыла бригада врачей, оказавшая первую помощь пострадавшим. Как рассказали медики, тяжелых травм никто не получил. Всего пострадавших пять человек. Все получили травмы средней степени тяжести и ушибы. К счастью, тяжелых травм нет. Позже всех пятерых врачи госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас степень вины водителей, чья страховая компания возместит ущерб, нанесенный здоровью людей и автомашинам, занимаются дознаватели административной полиции. В полночь на пульт 102 поступил вызов от жителей улицы Оскарова. Жильцы одной из пятиэтажек рассказали, что во дворе дома дебоширит молодой человек. На место происшествия был отправлен патруль бойцов Национальной гвардии войсковой части 6506. Мы пришли на место вызова и увидели парня лет 20-25. Он был в крайне нетрезвом состоянии, кидался на людей, пытался с ними драться. Как нам рассказали жители, он выламывал двери в подъездах, приставал к прохожим. Мы хотели его привезти в опорный пункт, но он стал сопротивляться. Впрочем, привезти в полицейский пункт патрулю удалось, но даже там, в присутствии четырех полицейских, он продолжал дебоширить. Данные молодого человека полицейские установили по базе данных, а потом отправили его в медицинский вытрезвитель. Теперь задержанного ожидает крупный денежный штраф. По нескольким статьям административного кодекса он может достигать 50 тысяч деньги. Днем примерно в два часа на пуль дежурного спасательного отряда департамента по честь поступил тревожный вызов с одной пятиэтажек 16 микрорайона. Взволнованная женщина рассказала, что не может попасть в квартиру своего 70-летнего отца. В течение дня она пытается достучаться до него, но мужчина не подходит к дверям. Не реагировал он и на телефонные звонки. Как предположила дочь, отец находится в беспомощном состоянии. В течение 10 минут прибывшие спасатели дверь вскрыли и прошли вовнутрь. Интуиция женщин не подвела. Мужчина действительно нуждался в помощи. Обнаружили его спасателя, лежащим на полу в кухне. Что с тобой? Парализовало меня. Сейчас я скорую вызову. 113. 103. 103. 103. Воды набери меня, сушняк. Сейчас, сейчас. Дайте воды. Сейчас. Как утверждал мужчина, в таком положении он провел не один час. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а позже передали его в руки врачей. Утро от первого. Мы на месте. Ты на нас за руководство, вручили эту сколу голоса. Мы запринято. Уезжаем. Турка. Турк. Продолжение следует...